Мэр Краснодара получил замечание от губернатора за подготовку к отопительному сезону. Сегодня на совещании по контролю за исполнением поручений Вениамин Кондратьев рассказал о многочисленных жалобах, которые пишут люди. По их словам, почти во всех микрорайонах города батареи в квартирах оставались холодными, когда температура на улице резко упала. ТСЖ и управляющие компании в заявительном порядке подают самостоятельно уже заявление на пуск тепла в конкретный каждый многоквартирный жилой дом. Давайте хватит отчеты, какие-то там топительные нормы введены. С 11 числа вы ввели о топительный сезон, а 1 числа что нужно было, растираться что ли или что, чтобы согреться? Ниже 10 температура не опустилась. Коллеги, вот я вам обещаю, если будут поступать жалобы с очередными похолоданиями, я просто отключу мэрию Краснодара от тепла. Вот и все. И не включу до тех пор, пока все жалобы не прекратятся, пока последняя жалоба не будет полностью разобрана и все причины ее устранены. Вот мэрия будет сидеть без тепла, я вам обещаю это гарантировать. Венеич, но так же поступают жалобы наши и на перестол. Жалобы на проблемы с отоплением также приходили из Геленджика, Анапы, Новороссийской, Станицы Ленинградской. А в Гулькевичском районе несколько дней холодно было даже в одном из детских садов. Губернатор предупредил глав городов и районов. Тепло должно подаваться во все социальные объекты региона. Температурный режим мы в ежедневном режиме проверяем, то есть температура соответствует норме 16 числа, детский садик... Коллеги, вот по детским садикам просто вообще не шутите, потому что детский садик это не дай бог заболеют дети, а потом будем подкидываться всем миром. Еще и потом это все надо будет ликвидировать, все эти последствия ОРВИ, ОРЗА и тому подобное. Поэтому детские сады это особый приоритет, я даже не думал, что на это внимание нужно будет акцентировать. Вы же коллегам своим из медицинского блока не подкидывайте работать, а то у нас получается, одни проспали, другие потом будут лечить. Во время совещания начальник контрольного управления Максим Туровец также рассказал главе региона о жалобах людей в Приморско-Ахтарском районе. Там местный предприниматель поставил ограждение на Ясинской косе и берет деньги за вход. При этом аренда участка на побережье Азовского моря в год обходится бизнесмену почти бесплатно. Полагаю, что больше никакой там частный предприниматель не будет ставить ограждение и взимать плату по 150 рублей за въезд на Ясинскую косу. Это само по себе нонсенс какой-то. Притом сам платит в год 45 рублей. Я хотел бы еще пояснить, что к административной ответственности данный предприниматель привлечен в том числе за использование лесов с нарушением условий договора аренды. Мы рассмотрим вопрос о целесообразности продолжения договорных отношений. Я вам хотел бы предложить, а что вы штрафами так ограничиваетесь? Семенович, я считаю, что на самом деле надо расторгнуть договор с сегодняшним арендатором, а дальше поселение пусть возьмет и займется своим прямым делом, наведением порядка в границах своего поселения. И все. Это и есть закон сегодня, который для всех одинаковый. Больше всего неисполненных поручений губернатора, по словам главы контрольного управления, в этот раз оказалось в Крыловском районе. После замечаний Вениамина Кондратьева местные чиновники пообещали исправить все недочеты. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.